друзья рыбаки всем привет привет ну что ж вам сказать наконец-то закончилась долгая холодная зима наступили теплые дни и мы наконец-то выбрались на первую в этом сезоне фидерную рыбалку если честно мы уже собирались наверное где-то три недели подряд но поскольку у нас получается только на выходных и как назло в будние дни нормальная погода только выходные сразу какой-то дождь ветер поэтому мы не хотели ловить в таком дискомфорте все-таки фидерная рыбалка хочется посидеть отдохнуть поэтому сегодня у нас день отличный по прогнозу ветра нет дождя нет светит уже солнышко поэтому день для рыбалки идеальный сегодня мы находимся на новом для нас месте это обводной канал киевского водохранилища кто внимательно следить за нашими видео наверняка помнить что прошлый сезон мы также открывали с обводного канала но тогда мы были возле трассы прям под мостом но киевские рыбаки знают где это там честно сказать не очень во первых там рядом трасса нет такой красивой природы как здесь там он гораздо шире провода над головой высоковольтные провода нам в комментариях часто писали что вы два оленя почему вы там ловите поэтому здесь место очень красивая природа он здесь не широкий полный стиль в общем идеально поэтому сейчас мы как всегда замешиваем наш корм что будем замешивать я покажу у нас будет прикормка достаточно простая понятно что вода холодная никаких добавок заливок ликвидов ничего этого использовать мы не будем поэтому замешиваемся и посмотрим что сегодня у нас получится значит как я уже ранее сказал замес у нас будет сегодня очень простой мы будем использовать всего лишь два килограмма прикормки поскольку вода еще холодная нет смысла активно кормить рыбу поэтому я считаю что этих двух килограмм нам должно хватить значит в нашем сегодняшнем миксе будет присутствовать один килограмм прикормки универсал холодная вода как раз то что нам надо для этого времени года и также прикормка плотва значит ну по поводу универсала я точно не помню какой у нее аромат по идее должен быть такой довольно нейтральный а вот именно такую плотву я взял неспроста потому что там выбор был я взял именно вот эту потому что здесь идет насыщенный запах специй особенно чувствуется запах кориандра а насколько я знаю по холодной воде специи работают очень и очень хорошо поэтому будем пробовать именно вот мешать такой вот замес значит я уже сказал что никаких ликвидов и аром добавлять мы не будем все делаем очень просто и по классике высыпаем прикормку в наше ведро перемешиваем и увлажняем водой увлажнять будем два раза один раз увлажним оставим на 20 минут и потом увлажним еще второй раз вот только я открыл только что вот эту вот прикормку платвичную сразу начал доноситься аромат специй как я и сказал так мы пока сделаю замес сейчас еще расскажу то о чем я забыл сказать в начале когда мы сюда пришли поскольку место у нас новое мы решили немного побросать эхолот чтобы понимать ситуацию на водоеме и знать где нам становиться ну и вообще чтобы понимать где клипсоваться и вообще видеть общую картину значит эхолот нам показал такую информацию что здесь дно абсолютно ровная нет никаких в принципе бровок ну понятно что это канал не река поэтому здесь но принципе должно быть ровно и глубина здесь вот мы походили по вот так вот по местам ну там не знаю метров 100 вот так по берегу походили в разные стороны и эхолот показал в основном 2 и 6 2 и 6 метров это стандартная глубина причем такая глубина и возле берега и возле того берега и возле этого берега и в принципе посередине поэтому не знаю как мы будем клип с of a sub я думаю где-то посередине вот так вот заклип суемся и там уже будем смотреть по ситуации поэтому замешиваем корм уже полностью и будем приступать к рыбалке сработал бутерброд любенькая пластичная поплёв небольшая клофа на крючке нет окунь ну кстати видно что под берегом гуляет малек мы подозревали что именно окунь его здесь гоняет а выпрямила вершинку течение здесь особого нет поэтому я не думаю что это из-за течения сорвало кормак и кажется что то есть большое что то есть ну кормак сорвало окунь сегодня у нас я так понимаю день по окуням будет скорее всего хотя хотя посмотрим дадут дадут воду тут должна быть другая немножко ситуация да на данный момент у влада уже 3 окунь хочу порекомендовать напиток который набрал большую популярность среди рыбаков и охотников это травяной бальзам herbal парк в его состав входит более 17 компонентов в числе которых 13 видов трав натуральные соки и мед herbal парк имеет приятный травяной вкус и обладает невероятным согревающим эффектом мы довольно часто берем его с тобой на рыбалку особенно если планируем ловить ночью или когда прогнозируют сырую холодную погоду бальзам herbal парк можно пить как в чистом виде так и добавлять в горячий чай для более быстрого согрева а теперь встречайте еще два новых вкуса освежающий цитрус и непревзойденный ароматный кофе так ну как вы уже видели влад поймал три окуня я как всегда немножко опаздываю только вот связал монтаж только сложил удилище и уже в принципе тоже готов приступать к рыбалке у нас часто спрашивают чем мы пользуемся на конкретной рыбалке то есть какое у нас удилище какая катушка вот сейчас сразу на этот вопрос отвечу чтоб потом не спрашивали значит сегодня я буду ловить на фидерное удилище brain smash в длине 3 9 с тестом 150 грамм катушка это кстати для меня легендарная катушка потому что это моя самая первая фидерная катушка я ее покупал когда только начинал заниматься фидерной рыбалкой это катушка флагман bullet в размере 6000 насколько я знаю сейчас их уже не производят но катушка отличная она у меня уже наверное где-то лет пять и пока еще живет ну делал буквально чисто профилактики там всякие а так она работает хорошо что касается монтажа у меня связан уже паттерностер поводок длиной где-то сантиметров 70 крючок двенадцатого номера гамакацу кормушка весом 84 грамма пластик сейчас мы подойдем кладу и спросим на что будет ловить сегодня он ну поскольку мы ехали на неизвестное нам место и не знали условий ловли абсолютно я взял с собой два удилища чтобы у меня был выбор чтобы я мог адаптироваться к условиям ловли взял удилище 36 на которой я собственно и ловлю hunter feeder с катушкой от микада 6000 шпули и взял удилище 3.9 от микада если вдруг нужно будет совершать дальние забросы но как видите здесь река не такая широкая и длинное удилище нам не нужно поэтому для комфортной ловли взял 3.6 по монтажу аналогично связал связал паттерностер с кормушкой 70 грамм пластиковой и поводком примерно 50 60 сантиметров крючком тоже 12 номеров поэтому в принципе здесь аналогично сейчас начнем добавлять корм потихоньку на точку и очень надеемся на то что подойдет какая-то плотва потому как окунь это конечно приятно но хочется хочется сейчас вот весенние плотвы какой-то получить чтобы было какой-то разнообразие понятно я еще немножко добавлю очень хорошо что влад взял именно два удилища потому что на второе удилище микада которого там у нас стоит в кустах на него мы повесили датчик эхолота и она нам очень пригодилась потому что я сегодня взял только одно удилище поэтому вот так очень такая резкая поклевка произошла видимо тоже окуневая по хищнику похоже как она резко схватила что я даже там не стал ожидать просто схватил удилище и чувствую что что то есть не крупная конечно но есть я подозреваю что того к этому времени уже корм наш готов и теперь мы начнем добавлять корм кстати да я добавлю вот влад поймал это уже четвертого окуня и до этого он все время бросал без корма то есть пустой кормушки весной корм это не обязательно ну да поэтому так окуня мы и ловим в принципе окунь виден нами здесь малька гоняет очень так вот интенсивно такие вулканчики возникают окуневые поэтому я так и подозревал что нам будет попадаться видимо на на моей точке лова стоит стая хорошая окуней потому как буквально вот снял я не успел бросить окуня в садок забросил следующий заброска камушка только приземлилась и удар очередной небольшой окунь скорее всего сидит уже на крючке ух ты сейчас наверно хорошо было бы микро джигом половить да такие все один в один этот за краешей губы схватил аккуратно потому что ты сразу потек моментально сейчас я буду пробовать в начале я уже сказал что мы дно про монитор или эхолотом и поняли что она здесь практически ровная то есть нет каких-то там особых аномалий каких-то глубоких бровок или ям но все-таки я решил попробовать как это принято фидерной рыбалке попробовать немного промаркериться и возможно найду какую-то небольшую ямку не может какую-то небольшую бровочку или возможно будет какой-то переход например с песка на ракушку если найду такое место я буду там клипсоваться если нет то я просто заклипсуюсь по такому принципу то есть если вот я сяду на стул чтобы мне просто было сидя комфортно забрасывать вот и все поэтому сейчас сделаю хороший силовой заброс под тот берег так немножко тут деревья мешают но сидя не мешать не буду точно вот кинул по тот берег кормушку и сейчас попробую протащить ее по дну еще есть такой момент вот я пока тут клипсуюсь влад говорит что включили течение и кормушку начала довольно сильно сносить в сторону поэтому наверное мы сейчас по крайней мере временно пока вот и будет такое сильное течение мы перейдем скорее всего с пластика на металл поставим кормушки металлические и наверно все таки более тяжелые то есть где-то 100 120 грамм час посмотрим что у нас там есть потому что вот 84 у влада вообще вот 70 пластика его реально сносит но пока кормушка свободно идет по дну ничего такого интересного не вижу так вот вот кормушка застопорилась видите вершинка сгибается поэтому я сейчас отмотаю ну так примерно два метра вперед и заклипсуюсь после чего достану снасть из воды и проверю где я заклипсован то есть чтоб я понимал дистанцию но камера наверное шнур не видно но я вот бросал перед собой а теперь я вижу что он ушел вправо то есть влад говорит правду действительно сносит причем сносит я смотрю капитально не было хотел перебросить и тут очередной окушок нужен побольше этот побольше чем те предыдущие просто думал перебросить на это течение я не увидел или не знаю ну вот такой уже поинтереснее на кусочек все наживка тоже да немного крупнее однозначно как ушел сегодня окуневая рыбалка получается да не приглашать вообще вообще за краешек губы до кунева рыбалка совсем непривычно для открытия фидерного сезона обычно открываемся с плотвой а тут соку не так теперь у меня поклевочка кстати это моя первая сегодня поклевка мы с владом ловим на разных дистанциях мы это сделали специально чтобы протестить две дистанции влад ловит более дальше я ловлю более ближе ну тоже окунь дистанции разные но рыба одинаково лада хорошая поклевка хорошая поклевка была а кто это там у нас покажи подлящ нет это у нас подлещик небольшой на корм видимо подошел мы вот уже кормим второй час примерно небольшой подлещик подошел на корм тоже дать черепа пары да вот же набор единственное что у меня обрезался поплавок и верни поплавок поводок и я вот поставил чуть подлиннее вот до длинный больше метра поставил поводок может быть это сыграло нормально ну клевало не по оконевски больше по плотвич по плотвичным таки да первая плотва на сегодня так было так уж очень мощная поклевка и вот она продолжается вершинка была натянута сейчас кормушку сорвало но я не успел подсечь поэтому сейчас немножко подожду на вершинку подергивает скорее всего сидит так реально было мощная пока на крючке что то есть это однозначно дергает удилище а ну это окунь поэтому и была такая мощная поклевка вот такой вот ну что ребят будем мы заканчивать нашу сегодняшнюю рыбалку уже середина дня солнце поднялось достаточно высоко и даже уже начала припекать ну как вы знаете обычно в такое время рыба перестает клевать то есть как правило приходится ждать вечерний клев но к сожалению сегодня мы его ждать не сможем потому что еще есть другие планы пока соберемся пока доедем это еще займет достаточно много времени поэтому уже будем собираться и ехать что можно сказать по сегодняшней рыбалке но если честно мы рассчитывали в принципе на плотву по большей части но вместо плотвы сегодня у нас поймалось достаточно неплохое количество окуней особенно у влада у меня не сильно много у влада было достаточно ну скажу вам что на фильтр мы такого количества окуней еще не ловили обычно это какой-то должен быть спиннинг а так чтоб на фидер вот чисто окунь это конечно для нас большая редкость поэтому тоже в этой рыбалке был какой-то свой интерес основной момент который на который я хочу обратить внимание это именно выбор места выбор дистанции у влада сегодня дистанция была более дальняя у меня дистанция была более ближняя все остальное то есть кормушки то в принципе и крючки и поводки и корм у нас все это было одинаковое разница была только в дистанциях как вы видели у влада была достаточно большая серия поклевок у меня буквально там сколько 22 или три окуня и пару поклевок было холостых вот поэтому выбор дистанции очень сильно влияет я конечно мог тоже перейти подальше там где и влад но мне было интересно именно вот экспериментировать и половить поближе возможно туда подошла бы та же самая плотва но к сожалению она не подошла поэтому вот такая вот сегодня у нас получилась рыбалка мы довольны что мы открыли сезон я думаю после этого мы уже будем рыбалку ходить почаще погода уже налаживается и будем встречаться на водоеме с вами как можно чаще всем пока